Научиться защищать себя, защищать своих близких, всех одних, друзей. В свои шесть Андрей Шпарло уже осознает, тэквондо – дело серьезное. С недетской уверенностью юный спортсмен отрабатывает удары ногами, работает на макеваре. Все потому, что когда-то, несколько лет назад, Андрей увидел по телевизору, как мастерский владеет тэквондо российский президент Владимир Путин. Юный борец стремится к высоким результатам и уверяет, если работать, то все не так сложно. Тэквондо может быть сложная для начинающих. Но когда-то уже хотя бы до желтого пояса дошел, то уже становится легче. В городе над Буком школа тэквондо уже имеет свою историю. Не раз брестские спортсмены возвращались на родину с наградами международного уровня. Причем высокие достижения демонстрировали не только взрослые, но и совсем юные спортсмены. Оценить уровень их подготовки смогли гости первенства, которое принимало бресткость дюшер профсоюзов по видам борьбы. Сегодняшний турнир, он заключительный, собрал всех лучших спортсменов, гостей из города Солигорска. Поэтому я думаю, что мы будем набирать все более высокие обороты и покажем, что мы способны. Рассчитываю, что первое место, потому что готовился хорошо. Первое место занял в Риге, но и подготовился хорошо. В числе участников ребята разного возраста, в том числе и совсем малыши, которые делают свои первые шаги на пути постижения этого непростого, но такого многогранного воинского искусства. Свой уровень подготовки смогли продемонстрировать и светлогорские гости. Каждый старается быть сильнейшим, поэтому мы будем двигаться вперед. Но, во всяком случае, мы давно уже не участвовали в городе Бресте на соревнованиях, поэтому у нас этот визит за последних лет 10 первый. Я надеюсь, что в 2017 году мы здесь будем постоянно участвовать в учебно-тренированском сборе и, естественно, у вас на соревнованиях.